Проблема наша в том, что у нас нет гору и уличного освещения. Вот так и живем сами, сами по себе, да. Сколько можно? Но ведь надо напомнить, что все-таки они представители народа. Поэтому защищать должны наши интересы и интересы наших жителей. Более десяти лет шадринцы наблюдают за тем, как здание одной из крупнейших библиотек города ветшает из года в год, а строителей рядом с ним не появляется. И на фоне примыкающего к нему торгового ряда скоробей, библиотека, несмотря на то, что является памятником архитектуры, уже давно выглядит особенно несчастной, заброшенной, никому не нужной. Впрочем, последняя фраза не относится к тому, кто работает в ней и посещает ее. И, похоже, лишь они заявили о своей медленной, но неизбежной гибели, как сумели. Когда руководителем отдела культуры был Алексей Бритвин, то он выделял деньги на ремонт библиотек, и, в частности, наши библиотеки. То есть небольшие какие-то косметические ремонты проводились. А сейчас, когда Сергей Александрович у нас является Чернов руководителем отдела культуры, я могу сказать с полной уверенностью, что десять лет он доработает, ни одной копейки сюда не выделялось. То есть, в принципе, если они ратуют, значит, что это аварийное здание и боятся так за наши жизни, ну, кто довел это здание до такого состояния? Капитального ремонта этого здания не было по объективным причинам. У нас капитального ремонта не было во многих учреждениях культуры и в 90-х, и в нулевых годах. Вы же помните, живете здесь, в этом городе, сколько лет консервировалось здание ЦДК «Октябрь». Более десяти лет. И только в 2003 году, после капитального ремонта, оно было запущено. Ну, вот мне интересно, почему это происходит? По остаточному принципу. Финансирование культуры. Причина только одна. Бюджет всегда выбирал, выбирает и будет выбирать приоритеты в развитии своего города. На сегодняшний день у нас какие приоритеты в культуре? В культуре у нас сохранение сети, сохранение людей, прежде всего, и развитие культурного формирования самодеятельного творчества во всех направлениях и дополнительного образования в сфере художественного образования и воспитания. Да, очень печальная ситуация. Об этом мы между собой, как коллеги, конечно, часто очень разговариваем, обсуждаем это. Позиция администрации города Шадринска весьма неуважительная по отношению к библиотекам. Я не знаю, они могут считать, что мы не нужны. За 20 лет я работаю и ни разу не было здесь ремонта. Ни разу за 20 лет абсолютно. Библиотека многое пережила и замену отопления, трубы нам полностью меняли, и сигнализация пожарная была заменена. Но сам ремонт косметический не было ни разу. У меня нет ни одного целого стекла и нет денег на это. У нас третий год, по-моему, уже, если я не совру, но два года точно не поступило ни одной книжки. Вообще ни одной. А с 2016 года, со второго полугодия не будет даже и подписки. Не будет ни газет, ни журналов, ничего. Поэтому нас ставят в такое положение, чтобы мы зарабатывали как можем и чем можем. И в том числе на подписку. Ремонт, я хочу сказать, что мы делали спонсорскими помощями. Нет, без помощи, без совершенно. Книги мы пополняем в свой фонд за счет подаренок. Читатели, чтобы не выбрасывали книги, они приносят в библиотеку, к чему мы очень рады, что они не валяются где-то на помойках. Они приносят пользу другим читателям. Ну вот на первые полугодия нам дали деньги на периодику. У нас есть журналы, есть периодические издания на все возрасты. И на дошкольников, и на средние, и на младшие, и на старшие поколения. Чернов уже два года назад предпринимал попытку, и нам было сказано, что мы все будем закрыты, и в городе останется только одна центральная библиотека. Ну, общественность поднялась в то время, и этот вопрос как бы сошел на нет. А сейчас вот опять начинается волна каких-то новых действий. Самое неприятное началось, как это ни странно, в год литературы. В декабре 2015 года, после того, как в правительство области от руководства Шадринской центральной детско-юношеской библиотеки имени Константина Носилова было направлено письмо о том, что в здании много лет не проводился капитальный ремонт, и нельзя ли оказать в этом содействие. Так, желание обратить на себя внимание обернулось катастрофой для коллектива, да и для самого учреждения. В письме за подписью начальника управления культуры Курганской области пришел ответ. Ввиду дефицита бюджета Курганской области, администрации города Шадринска, принято решение о переводе учреждения в другое здание, удовлетворяющее требованиям по размещению учреждений массового пребывания. И последнее письмо, в котором говорится о том, что наша библиотека будет менять статус, из центральной библиотеки она будет работать как филиал, два работника переходят работать в ЦРНК ЛАД, при ЦРНК ЛАД будет организована библиотека общей площадью 23 квадратных метра. Сами понимаете, что это одно название, это не здание, оно не соответствует нормам для проведения любой массовой работы, вообще пребывания там людей. Не представляю, как там можно организовать библиотеку. Процесс этот называется изменение структуры централизованной библиотечной системы города Шадринска. Мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации экономической живет страна, живет город, живет область, и насколько мы развиваемся, настолько мы развиваемся, и насколько мы стагнируем, настолько мы стагнируем, стоим на месте несколько лет уже подряд. Застой в экономике нашей страны в 90-х годах прошлого века, как утверждают умные книги, проявился в том числе в разрушении продуктивных сил интеллектуального потенциала общества, что в этих же книгах признается как последствия экономических ошибок правительства. Вот и сегодня руководитель крупной детско-юношеской библиотеки площадью 640 квадратных метров, которая когда-то была централизованной системой, которая заслуженно носит имя выдающегося русского исследователя, ученого-писателя Константина Дмитриевича Насилова, с грустью и недоумением, знакомится с новым предлагаемым помещением, больше похожим на подсобку для технического инвентаря. Если в письме, которое было написано моему заместителю, говорится о том, что здание должно быть переведено в другое здание, которое соответствует нормам пребывания людей, проведения массовой работы, расположения в нем библиотеки, ну, так значит, найти надо это здание, в конце концов, а не предлагать нам две комнатки общей площадью 23 квадратных метра. Вопросов без ответов у директора библиотеки больше, чем достаточно. Сколько же литературы поместится сюда, и как в таких условиях можно сохранить почти 5000 читателей, которые в настоящее время числятся в картотеке абонемента? Как здесь выполнять условия договоров с детскими садами и средними учебными заведениями об обслуживании? Куда будет распространяться воздух из вытяжной трубы мастерской художественной обработки дерева, что в смежной комнате? Рядом у нас находится единственная в городе мастерская по художественной обработке дерева. Мастерские такие, они специального требуют и технического, и санитарного надзора. Пожарным и санитарным нормам вписывается и в наше здание, и в это помещение. Если нам придется куда-то его перемещать, хотя я даже не представляю, куда здесь можно это сделать, то возникнут очень многие проблемы и препятствия. 46 тысяч экземпляров книг, которые, сами понимаете, на 23 квадрата никак не разместить. То есть книжный фонд сразу потерпит ущерб. Он складывался годами у нас. Есть какие-то ценные книги? Есть ценные книги, есть старые книги. У нас очень хороший фонд краеведческой литературы, который Холила и Лилейла у нас предыдущая заведующая. В общем, она его собирала с особой любовью. Я считаю, уникальный фонд краеведческой литературы, в том числе и детских книг, естественно, для обучения детей младших школьников, для дошкольников и для старшеклассников, для студентов вузов. Есть все, есть и учебники, есть просто художественная литература, есть так называемая отделовская литература по разной тематике. В общем, спрос мы в состоянии удовлетворить различным читателям. Я свою рабочую деятельность начинала работой в библиотеке. И работала в бывшей центральной библиотеке как раз в этом здании. Я представляю, какие функции, какую нагрузку несла эта библиотека раньше. И понимаю, что это очень нужная деятельность. И тем более тот фонд, который там накоплен, это фонд в основном краеведческий, фонд, в котором книги о наших выдающихся деятелях, шадринских, накоплены очень большие фонды, интересные и очень важные. Если сейчас их ликвидировать, то это невозможно. А с точки зрения руководителя отдела культуры городской администрации даже необходимо, чтобы защитить работников библиотеки от старых книг, вызывающих тяжелейшее заболевание астмой. Мы в книгохранилище храним эти книги, безусловно, но пользоваться книгами 50-х, 60-х годов даже уже небезопасно. Потому около 40% фонда библиотеки имени Константина Насилова, как уточнил Сергей Александрович, будут списываться. Так книги издания 50-х, 60-х и даже, возможно, 70-х годов попадут в лучшем случае под безвозмездную раздачу населению, в худшем просто подвергнуться уничтожению. Будем объективны до конца. Мы с вами все ходили в библиотеки в юные годы, в детские годы. Я помню, как я стоял на абонементе. У нас было 7-8 человек в очереди. Сегодня очереди на абонементах нет. Ни в центральных библиотеках, ни в библиотеках филиалов. Сергей Александрович, рассуждая уже не как руководитель отдела администрации, не как государственный служащий, а просто как обычный горожанин, как потребитель социального продукта, сравнил библиотечную систему как часть культуры с учреждениями образования, здравоохранения по степени востребованности у населения сегодня. То есть с учреждениями, в которых ежедневно нескончаемый поток людей, а порой и превышающие возможности учреждения. То же самое, на мой взгляд, должно быть и в культуре. Никто сейчас, мы живем в такое время, никто сейчас уже не позволит нам с вами, ну, скажем так, содержать такие объекты соцкультбыта, которые будут пустовать. Есть ведь очень простые вещи, объективные. Фотография рабочего дня, фотография рабочего времени, проходимость объекта. Это объективные вещи, которые влияют и на рейтинг учреждений, и на популярность учреждения у населения, у горожан, у гостей города. Вот это лично мое мнение. Сегодня наверняка будут востребованы именно маленькие библиотеки, на мой взгляд. Там, где посетителя, пользователя будут тепло встречать, там, где с ним будут, прежде всего, общаться, где ему будут рады, где его, простите, оближут, туда ему захочется возвращаться, возвращаться и возвращаться. Честно говоря, трудно представить, что нужно будет сделать для читателей в стенах этого закутка, кроме выдачи книг, которые, может, и будут в наличии, чтобы каждому захотелось вновь сюда прийти. Останется только вспомнить, как было до этого. Конечно, любая библиотека, это же, это не стены, не стеллажи, не, в конце концов, не материальные, а это люди, которые работают. Для меня эта библиотека, это прежде всего Вадима Михайловна Платоненко. У меня вот такая ассоциация. Это те мероприятия, которые там проходили, камерные очень мероприятия, где, может быть, участвовало там 20, 25, 30 человек. Но они настолько уникальны, вот такие встречи творческие с теми же Бардами, с Леней Молоком, другими деятелями нашей культуры и искусства. Для меня вот эта библиотека так и останется. Вот когда я сюда пришла работать, я удивилась, что именно дети читают здесь больше летом, потому что учителя задают задания на лето читать, и списки книг очень большие, и у каждой школы разные. И самое удивительное то, что вот здесь скомплектована так литература в нашей детской вот этой библиотеке, что почти все требования, все вот эти книги мы здесь у себя имеем. Печально то, что действительно детям некуда будет идти летом читать по программной литературе. Останется одна библиотека Лукоморья. Этого явно для города недостаточно. Школ тоже много. В июне и в июле здесь площадки у нас и школы записываются на мероприятия, которые проводит библиотеку наша. Сотрудниками библиотеки разработана насыщенная программа «Книга, культура, чтение», действующая по десяти направлениям, таким как литература, ведение, патриотическое воспитание, нравственное воспитание, экология и другим, делающим посещение учреждения целенаправленным, эффективным, значимым для общества в целом. Более трех тысяч дошкалят, школьников и студентов в прошлом году посетили 130 различных тематических мероприятий, организованных в стенах библиотеки. Для того, чтобы у них был какой-то интеллект, какие-то знания. В общем, большая работа ведется, серьезная. Там объявления поставили, что нас закрывают. Заходят, удивляются. Читатели у нас, если честно сказать, просто в шоке. Куда мы будем ходить, где мы будем брать книги? Конечно, книга нужна как. Я считаю, что продвижение книги – это великое дело, его нельзя забывать и ни в коем случае сводить на нет. Продвижение книги, продвижение чтения, воспитание нашего подрастающего поколения в русских лучших культурных традициях. Потому что культура – это не только песни и танцы, это книга, это чтение, это интеллект, который мы должны у людей, у деток наших формировать. Живая книга никогда не утратит популярность и никогда не утратит свои необходимости, потому что это очень интимный акт, когда человек общается с книгой. К сожалению, когда мы читаем эту же книгу в интернете, там уже никакого интима нет. Это социальная сеть, где ты находишься под колпаком этой сети. Ни для кого сейчас это не секрет. Тогда почему же мы все так вяло сопротивляемся наступлению на нашу свободу выбора? Почему в нашем маленьком городе, где живет 70 тысяч жителей, мы обязаны по гостандарту иметь лишь 7 библиотек, а не 9? Тех, которые когда-то сознательно создали, рассчитывая на их мощное влияние на подрастающее поколение. Это вообще факт вопиющий, когда закрывается детская библиотека. И отдел образования здесь должен сказать свое слово, потому что мы помогаем, мы работаем со школьниками, со школьниками, мы помогаем образовательным, образовательным. Сегодня выгоднее купить каждому по компьютеру, чем выделять ежегодно 300 тысяч рублей на содержание учреждений. Во всей Курганской области большинство муниципальных образований в прошлом году не выделило ни одного рубля на обновление книжных фондов своих библиотек. Кто сегодня способен отстоять выбор, пусть меньшинства, но более ценный? Похоже, никто. Там страдает и крыша прежде всего, там страдают перекрытия, там страдает и подвал, который постоянно топит по два-три раза в год. И состояние данного объекта, оно не позволяет людям, не только библиотекам, но и посетителям, находиться в этом здании. То есть уже была какая-то комиссия, которая подтвердила аварийность данного? Дело в том, что и депутаты Думы нашей городской неоднократно еще прежнего созыва бывали в этой библиотеке. И я как руководитель отдела культуры бывал в этой библиотеке. И представители администрации города неоднократно были в этой библиотеке. И визуально видно, что там находиться небезопасно. Просто небезопасно. И те средства, которые необходимы для реставрации, для ремонта, они, конечно, для бюджета города неподъемны. 12 миллионов? Почему 12 миллионов? 12 миллионов – это, может быть, только цена объекта. Дай бог. А сколько это будет стоить? Я вам скажу, односметная документация на этот объект стоит более 3 миллионов рублей. А между тем, как нам рассказали в Управлении культуры Курганской области, инвестиции в объекты капитального строительства региона осуществляются в рамках адресной инвестиционной программы. Другого источника получить деньги на капитальный ремонт, реконструкцию, новое строительство у нас просто нет. Есть определенное постановление правительства Курганской области, которым установлена форма, ну скажем так, заявок, пакета документов, которые нужны для того, чтобы попасть в эту программу. Так вот, эта заявка, она должна быть составлена совместно с администрацией города Шадринска. От органов местного самоуправления муниципального образования должны поступить паспорты и обоснования согласно установленной формы. И там, соответственно, она подписана руководителем, главой муниципального образования. Если к нам поступает такой документ, никоим образом, на стоп мы это не ставим. Мы можем отработать этот момент только при наличии вот таких документов, потому что их потом заместитель губернатора подписывает и прочее, прочее. Они вносятся на совет при губернаторе. Ну то есть это вот нужно прямо, чтобы были документы. Но это совсем не значит, что все наши хотелки, которые озвучиваются с мест из каждого муниципального образования, их у нас в области 26 муниципальных образований, будут рассмотрены положительно. Это совсем не значит. Не так давно, в апреле месяце прошлого года, 2015 года, мы писали письмо в адрес начальника управления культуры, уже нового тогда начальника управления культуры Владимира Петровича Бабина, по двум объектам, именно централизованной библиотечной системы. Мы писали, мы озвучили просьбу о выделении финансовых средств в рамках федеральной программы для капитального ремонта двух публичных библиотек. Это здание центральной библиотеки имени Зырянова и здание центральной детско-юношеской библиотеки имени Насилова, где мы подробно расписываем те проблемы, которые есть у этих двух объектов. Ответ пришел, что, к сожалению, на 2016 год денег не будет выделено. То есть федеральная программа будет заморожена в отношении Курганской области. Здание это не знало капитального ремонта более 50 лет. Даже не 20 лет, а более 50 лет. И то, что там было в 90-м году, скажем так, 26 лет тому назад, и что сейчас, это результат того, что средства, которые выделялись, все-таки выделялись на текущий ремонт этого здания, их, конечно, катастрофически не хватало. С 2009 года и до сегодняшнего дня здание, этот объект, к сожалению, бюджетных денег не видит. Ежегодно мы пишем письма, отдел культуры пишет письма в Комитет по строительству архитектуры, чтобы включили в план работ на будущий год этот объект, наряду с другими объектами культуры, конечно же. И, к сожалению, вот та кризисная ситуация, которая не только в нашей стране разыгралась, она и отбилась на этой теме, скажем прямо. Если у города нет такого понимания, что нужен ремонт, принято решение о переводе учреждения в другое здание. Решение этого вопроса, скажем так, города, Шадринска, и мы можем только констатировать, скажем так, этот факт. Я считаю, что перед тем, как объявлять во всеуслышание, что библиотека переедет в центр ЛАД, нужно было все-таки провести консультации со всеми, в первую очередь, с самими библиотекарями и с пожарными, санитарными организациями. Центр русской народной культуры ЛАД живет на собственные средства в большей степени, чем в прошлые годы, и поэтому для нас каждое помещение, каждый кружок для нас очень важны. Ни нас, ни библиотеку вот этот вариант не устраивает. В ближайшее время конечно мы будем проводить рейтинг учреждений культуры среди населения. Мы давно этого не делали. То есть социальный опрос, какие учреждения культуры необходимы горожанам. Конечно, это не абсолют. Мы все прекрасно понимаем, что такое социальный опрос. Но все равно он дает некоторую картину, реальную картину. Попробуем в таком случае и мы воспользоваться реальной картиной значимости библиотек в Шадринске. Ангелина Витальна работает 20 лет в библиотеке и, конечно, замечает разницу в посещаемости ее в начале своей трудовой деятельности и теперь. Бывало, что я сижу и я не вижу дверь свою входную, было столько народа. Сейчас, конечно, я не могу сказать, что столько у меня читателей посещений. Но больше гораздо работы стало проводиться с учреждениями, с садиками, с детскими садами, со школами. Больше раз в 10, например, мероприятий проводится. У нас детский сад номер 36 рядом, сказка. У нас недавно построенный новый детский сад созвездия. Умка номер 10 тоже по улице Развина, он тоже, в общем-то, относится и к северному поселку, и к новому поселку. Вот. Эти садики не могут выйти, кроме нашего Дома культуры и моей библиотеки, никуда. Мои мероприятия не просто развлекательные, они в основном познавательные, информационные. Во-первых, я книгу показываю, я ее показываю людям, я о ней рассказываю, я о ней говорю. Я привлекаю, моя работа вся заключается в том, чтобы привлечь, чтобы пришел пользователь и взял эту книгу и прочитал. И приходят? Конечно, приходят. В конце года у меня 750 читателей по плану, и я их набираю, потому что, если вы обратили внимание, мой поселок, я говорю мой поселок, потому что он развивается стремительно, очень стремительно, особенно вот эта вот часть, частный сектор разрастается, построились несколько благоустроенных домов, многоквартирных. Родители детей сознают, что читать детям надо. Многие родители понимают, что нужна живая книга. В компьютере все много раз уже переделано, а в книге можно найти то, что ты сама не знала, а с компьютера найдешь какой-нибудь вопрос и тебе, ну как сказать, тысячу разных ответов и непонятно, которые из них правильные, да? Да. Я тоже считаю, что лучше библиотечная книжка, потому что в библиотечной книжке, мне кажется, более интереснее все написано, и там даже можно встретить какие-то картинки, то есть можно прочитать какие-то стихотворения, точные, а в компьютере они могут быть сокращенные, так же, как и рассказы. Четверг, пятница, это у нас день детского революционного центра Мишутка. Только что сегодня у нас в библиотекаре были в школе, в восьмой школе восьмые параллели. То есть идет месячник по краеведни, соответственно, мы были с мероприятиями поэзии Шадринского края. То есть вы к ним выходите, а они к вам? И они к нам тоже выходят, тоже выходят, далековато, между уроками не всегда получается, поэтому у нас вот такое сотрудничество. Детские сады, пятый, пятнадцатый, это тоже наш контингент. В день 25-30 человек у нас ходят, но с учетом того, что мы тоже выходим массы, не сидим и не ожидаем. Потому что читатели? Всего на сегодняшний день у нас 1165 читателей. Годовая цифра 2,250 мы даем. Часто посещаете библиотекаре? Ну, почти каждый день, когда я на пенсии, так, что мне делать? Дети со школы прямо целыми классами приходят, занимаются. Постоянно же, они каждую неделю приходят. Интересно же им. А нашего брата сколько пенсионеров? Вы что здесь читаете? Ну, любую литературу вот беру, спрачники другой раз какие-нибудь. Что интересное? журналы. Компьютером не умеете пользоваться? Да, есть у нас компьютер, но все время тоже с компьютером. Так уже тренинг. Нет, не надо библиотеку закрывать никак. Куда нам пойти? А у вас есть внуки? Есть, конечно, как же. А они читают? Ну, а как? Читают, но у нас и свою литературу, она тоже много. И все равно не хватает своей? Ну, мало ли, что-то придет, он там по школе что-то ему надо, дома такого нет, он здесь все найдет все равно. Здесь помогут они вам всегда. Вы же помогите нам оставить эту библиотеку-то. Так эту библиотеку пока еще никто не трогает, ей просто выжить нужно. Ну, так вот надо как-то помочь все равно. Ну, а как помочь, как вы думаете? Если у города нет денег, как? Что делать? Не разорить-то все знали, как это все. А вот чтобы установить уже никто не знает. Людям мы нужны очень, очень, очень нужны, потому что это вторая волна, где говорится, что нас будут закрывать. Первая волна была, и люди тоже поднялись. Потому что чтобы взять книгу и в центральной Заряновской библиотеке нужно заплатить 36 рублей туда-обратно, еще столько, чтобы ее вернуть в библиотеку. Поэтому мы стараемся, мы выживаем, у нас есть программы целевые, мы работаем со всеми категориями читателей. А что за целевые программы? У нас, например, вот конкретно есть программа по краеведению, по распространению знаний нашим краем, есть досуговая программа, это летние, это площадки, школа, и есть и по патриотическому воспитанию, по гражданскому патриотическому воспитанию. Екатерина Екатерина Чеканина работает всего несколько месяцев, но своих читателей уже знает хорошо. 300 человек, которые записались уже в этом году, посещают библиотеку, кто регулярно, кто по потребности, во всяком случае, порядка 15-20 человек ежедневно здесь всегда бывает. Все приходят, и юноши, и дети, вот нам, видите, посмотрите, книжек, сколько у нас приносят, вон столы, полные, все книжек приносят, что нам сейчас литературу, вот они дают библиотекам, так вот, приносят книжки нам. Я вот даже своим детям я из библиотеки ношу книжки, чтобы они не в компьютере мне информацию брали, вот сейчас вот у меня сын проект делает, я из библиотеки книг набрала, он у меня сейчас читает, выделяет, говорю, давай, выделяю, абзацы, какие надо, все, пиши. А почему компьютеру не доверяете? Ну, во-первых, это зрение, что он у меня вообще подсадил на компьютере зрение, вот, и как-то, не знаю, мне кажется, лучше тут информация, это больше. Я вчера залезла вот в компьютер для примера, да то же самое, так я лучше учебник возьму, эту книжку возьму, и намного интереснее с ней работать, и там и картинки, плюс тоже. там тоже из картинки в компьютере. Не знаю, мне как-то, и сын у меня тоже говорит, что не отпечатываем, все мы от руки, все пишем. он у меня, поэтому, не знаю, для меня вот в книжке лучше, вот, чтобы они книжкой занимались. Мне не нравится некоторая информация, она прям вот так на весь экран, и неудобно туда-сюда читать. Книжку взяла, и все это читаешь, все перед тобой, никуда разбегаешь, глаза не разбегаются. Дело только в удобстве? Ну, нет, почему, не только в удобстве, ну, как-то, не знаю, ну, мне интереснее, вот, читать книжки. Я здесь вот ровно, здесь 50 лет живу, да, в этом доме, и здесь у нас только началась библиотека, и мы все читали. Сейчас я не читаю, потому что у меня зрение плохое очень. Мне 75 лет. У нас только здесь домов, вот сейчас новеньких, да, приехали. Родители не всегда хорошие, деткам деваться некуда. Вот, я все говорю девочку, это я очень мало знаю, но у нас Зоя Валентиновна, она, у нас, она всех пригреет, она как курочка сидит вот с ними. И все, они что-нибудь доделают. Я уж не помню, что там они делают, но, по крайней мере, они делают полезное дело. И поэтому ни в коем случае, тем более нашу библиотеку. Посмотрите, сколько у нас книг. Сколько у нас, а там еще, посмотрите, читальный зал какой хороший, а сколько там книг, и здесь вот ребятишки. Посмотрите, ребятишки, они ходят всегда. Какие книги ты читал, и где ты их брал? Брал, в основном, в этой библиотеке, я читаю фэнтези, ну, как детективное фэнтези, так скажем. Есть разнообразие книг, всяких разных. Часто меняешь, или сколько времени читаешь одну книгу? Где-то недели две, может, неделю. В читальном зале сажусь, читаю, начинаю там. А по программе книги вам задают читать? Да. По школьной программе? Да, задают. Я тоже тут беру, потому что, например, если тут эту библиотеку закроют, то в город ехать как-то за книжками не очень, а тут, как сказать, доступно, что можно дома дойти до суда и тут уже прочитать даже библиотеки. А тебе будет не жалко денежку отдать за книгу почитать? Ну, не жалко, но если так вот, ну, например, я много беру, читаю, а если потичу и денежку, то это развиться можно. А в компьютере читаешь? Ну, бывает. А где лучше? В книге, что можно-то тут-то в книге, то, что оно, вся информация перед тобой, там, если что-то не понял, то можно перелистнуть, а там, в компьютере, ты постоянно, напрягаешься, сидишь. Книги я больше верю, чем в интернет. Тут-то проще. А если не умеешь, то тебе подойдет библиотекарь? И объяснить тебе все, а в интернете никто тебе не объяснит. В библиотеке имени Василия Юровских, так же, как и в других библиотеках, тоже основными посетителями являются дошкольники, младшие школьники и пенсионеры. Каждый день в среднем сюда за знаниями приходит 25 человек. Начальный школьный возраст дети, конечно, электронные версии книг читают не с таким удовольствием, как бумажную книгу. А пенсионеры – это тот контингент, который больше свободный. Средний возраст, как обычно, занят. Я спрашиваю, мне интересно, общаюсь с молодежью, мне интересно, что читают из современных книг, что читают, почему читают классику, потому что в школе пока растут интересы другие. классику они понимают не так, или где-то прочитают страничка две. А вот то, что вот уже в процессе жизни, приобретая жизненный опыт, уже интересуются теми вопросами, которые есть в книгах, в полных книгах, не в тех, которых понемножечку из классики, а в полных собраниях сочинений. Нам не хватает книг, вот сейчас вот уже у нас довольно давно закупа книг не было, и поэтому, знаете, поколение, которое вот сейчас наросло, маленьких детей, из-за нехватки книг, просто-напросто не будут уметь читать дополнительную литературу для души. И, соответственно, вырастет неграмотное поколение, не читающее. То есть взрослыми читателями, они уже не станут. К нам ходила девочка, и был такой период в школе, она стеснялась, что она читает. Я говорю, не стесняйся, потому что грамотные люди всегда нужны. И они нужны будут в дальнейшем. Время, безусловно, скоро покажет, чем будет отличаться человек, читающий бумажную книгу, ставшую во многих семьях неотъемлемой частью их жизни, от человека, читающего ее электронную версию. Признак прогресса, новых технологий, но все же пока социально неадаптированную вещь. И почему-то думается, что это сравнение будет пока не в пользу человека с гаджетом. И потому у работников библиотек имени Ксении Некрасова и Павла Бажова, имени Геннадия Фофанова и мамина Сибиряка, имени Василия Юровских и, конечно, имени Константина Насилова, а также и у других маленьких библиотек, но с именами больших людей, теплится надежда на то, что они еще послужат людям. Вот придет какой-то период, и люди вернутся к чтению и будут читать. И будут читать то, что им дорого, на чем они выросли, их родители. Без помощи администрации, конечно, нам не потянуть коммунальные услуги, нам не потянуть зарплату. Естественно, мы без города не выживем. Другое дело, нужны мы городу или нет, это другой вопрос. Я очень надеюсь, что та библиотека, которая будет опять-таки нести имя Константина Насилова, но уже в рамках объекта Центра русской народной культуры ЛАД, это возможно. Да, там будет другой контингент людей, и по размерам, и по качеству. Но я думаю, что в совокупности с работниками Центра русской народной культуры ЛАД, они завоюют себе пространство именно там. Я думаю, что надо искать другое помещение. Я думаю, что будущее как раз за комплексами, не отдельно за библиотеками, не отдельно за культурно-досуговыми учреждениями, за комплексами, где должно быть прежде всего три гектара земли для проведения мероприятий открытых. День города, День Новый Год, Масленица и так далее. И культурный комплекс, где должен быть, естественно, и кинотеатр небольшой на 100 мест, он же будет являться, собственно говоря, и сценической площадкой, и спортивные снаряды для поддержания формы молодежи, и не только молодежи, маленький бассейн, сауна, кабинеты для работы клубных формирований, и все это под одной крышей. Но только беда вот этих комплексов, что они недолговечны. Понятно, что проще подогнать нашу жизнь под стандарты, делающие нас с каждым годом менее активными, менее образованными, под стандарты, созданные тоже людьми, и не исключено, что ошибочно. И похоже, история медленного умирания городских библиотек продолжается. Сейчас очередь библиотеки имени Константина Насилова. Какая следующая? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова